Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. То есть призывы на службу в армии подлежат только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил. Имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Все они перед отправкой в части в обязательном порядке пройдут дополнительную подготовку. Добавил Владимир Путин и подчеркнул, что это необходимое и неотложное решение по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России. Что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. И такие планы они вынашивают давно. Они поощали банды международных террористов на Кавказе. Продвигали наступательную инфраструктуру, надав вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию. В том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России. Прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма. А сам украинский народ превратили в пушечное мясо. Мобилизационные мероприятия начались уже 21 сентября. Президент поручил главам регионов оказать все необходимые содействия работе военных комиссариатов. Губернатор Пензенской области Олег Милинченко лично побывал в Запорожской области. Поэтому знает о происходящем там не понаслышке. Те задачи, которые поставил перед нами президент, они в общем-то не обсуждаются и должны быть исполнены только с позиции наиболее их лучшего исполнения. Продолжение следует...